Аудиокнига Джованни Бокаччо, Декамерон. День шестой, повесть шестая, читает Мария Соловьёва. Микелис Кальца спорит с молодыми людьми на ужин, что барончи самые знатные люди не только на всём свете, но даже на всём побережье, и выигрывает спор. Дамы долго смеялись над находчивым и блестящим ответом Джотто. Наконец королева обратилась к Фьеметти, и та начала следующим образом. Юные дамы, может статься, вы хуже знаете барончи, нежели Панфила, который о них упомянул. А мне он напомнил о том, как была доказана их родовитость. Это имеет прямое отношение к сегодняшней нашей беседе, и потому я вам про них расскажу. В нашем городе жил некогда молодой человек по имени Микелис Кальца, такой славный, такой забавный, какого свет не производил, и всегда у него были в запасе самые невероятные истории. Вот почему флорентийские юноши весьма дорожили его обществом. Как-то раз был он кое с кем из приятелей в Монтуге, и они заспорили, чей род во Флоренции самый славный и самый древний. Одни называли Уберти, другие Ламберти, каждый отстаивал свое мнение. Кальца выслушал их и усмехнулся. «Эк, я же вы дурачье!» — сказал он. «И что вы только мелите! Самый славный и самый древний род, не только на всем свете, но даже на всем побережье, то род барончи! И на этом сходятся все просвещеннейшие люди, и все, кто знает их так же хорошо, как я! А во избежание недоразумения я почитаю за нужное пояснить, что я имею в виду ваших соседей, тех самых барончи, что живут близ Санта-Мария-Маджоры». Для молодых людей эти слова с кальцией велись неожиданностью, и они подняли своего приятеля на смех. «Ты что, издеваешься над нами?» — сказали они. «Мы знаем барончи не хуже тебя!» «Да не думаю я издеваться, клянусь Евангелем!» — объявил с кальцией. «Я говорю правду, и если кто-нибудь из вас накормит ужином выигравшего спора еще шестерых приятелей, каких он сам выберет, то я охотно с ним поспорю и готов пойти на самые невыгодные для себя условия. Право рассудить наш спор я предоставляю любому из вас». Тогда один молодой человек по имени Нерри Маннини сказал, «Я готов держать пари и выиграю его». Выбрав судьей Пьера де Фьерентино, в доме которого они находились, спорщики пошли к нему в комнату, дабы сообщить о своей затее. А следом за ними и все остальные. Всем хотелось поприсутствовать при том, как проиграет скальца и позлить его. Пьера был юноши толковый. Сначала он выслушал доводы Нерри, а затем, обратившись к скальце, спросил, «Ну а ты чем докажешь свою правоту?» «Чем?» — переспросил скальца. «У меня есть такой веский довод, что когда я его приведу, не только ты, но и вот он, который со мной спорит, подтвердит, что я говорю правду. Известно, что чем род древнее, тем он славнее, с этим здесь все согласны. Род барончи всех древнее, а значит и славнее. Доказав же, что их род самый древний, я выиграю спор». «Надобно вам знать, что Господь сотворил барончи, когда он только еще начинал учиться живописи, меж тем, как других людей Господь сотворил, когда он уже научился живописи. Если вам угодно удостовериться, что я говорю правду, то присмотритесь к барончи и к другим людям. У всех лица как лица, с правильными чертами. А теперь переведите взгляд на барончи. У одного лицо слишком длинное и слишком узкое, у другого чересчур широкое, у этого длинный носище, а у того пуговкой. У иного подбородок выступил вперед и крючком изогнулся, а челюсти как у осла. Есть и такие, у которых один глаз больше другого, есть и такие, у которых один глаз ниже другого. Точь в точь, как на рожицах, которые получаются у детей, когда они начинают рисовать. Отсюда вывод. Как я уже сказал, Господь сотворил барончи, когда еще только учился живописи. Следственно, их род самый древний, а значит и самый славный. Выслушав потешное рассуждение скальца, судья Пьера и Нерри, поспорившие со скальца на ужин, расхохотались и признали, что скальца прав, что спор он выиграл, и что род барончи подлинно самый славный, самый древний, не только во всей Флоренции, но и на всем свете, и даже на всем побережье. Вот почему Панфила, желая, чтобы мы получили представление о том, сколь безобразен был мессер Форезе, имел полное право сказать, что даже самому неказистому из всех барончи было бы противно на него смотреть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok